И снова всем привет, друзья! С вами канал Android Software. Если вы хотите смотреть любые фильмы, сериалы и ТВ-каналы на своем Smart TV, то хочу вам показать отличный онлайн кинотеатр «Кинопоиск». Итак, для того, чтобы его установить на свой Smart TV, вам необходимо будет зайти в магазин приложений на вашем телевизоре. Я все буду демонстрировать на примере телевизора от Samsung. Итак, зашли в магазин приложений и вводим здесь «Кинопоиск». После этого устанавливаем «Кинопоиск» на наш ТВ. После установки запускаем приложение. И теперь нам нужно войти в приложение. Есть два варианта. Первый позволяет войти с подпиской. Если у вас есть подписка, то вы выбираете этот способ входа. Второй вариант входа дает возможность попробовать все возможности кинопоиска абсолютно бесплатно в течение 30 дней. Давайте выберем второй вариант. Нажимаем на кнопку «Попробовать бесплатно». Для входа в приложение у вас должен быть аккаунт Яндекс. Если у вас нет аккаунта в Яндексе, вы сможете создать его прямо в приложении. Для этого просто выбирайте пункт «У меня нет аккаунта». И далее следуйте подсказкам на экране для создания аккаунта. У меня уже есть Яндекс.Аккаунт. Поэтому я могу сразу перейти к авторизации в приложении. Есть два различных способа входа. При помощи QR-кода. Или ввода ввода на другом устройстве. Давайте рассмотрим оба способа. Первый способ – это вход при помощи QR-кода. Выбираем его и у нас на ТВ появляется QR-код, который нужно отсканировать при помощи вашего смартфона. Для этого на смартфоне запускаем сканер QR-кодов и сканируем при помощи него наш код. После этого нам будет предложено перейти на сайт Яндекса. Подтверждаем. Далее на экране просто делаем свайп. После этого мы авторизовались. Теперь осталось просто ввести данные карты для активации пробного периода. Чуть позже мы это сделаем. А сейчас давайте рассмотрим второй способ авторизации. При помощи ввода кода на другом устройстве. Выбираем данный пункт и у нас появилась инструкция. И все, что нам осталось сделать, это открыть браузер, например на смартфоне. И ввести адрес, который указан на экране ТВ. После этого ввести код с экрана и нажать кнопку войти. Все, после этого мы успешно авторизовались. Теперь для активации пробного периода вводим данные вашей карты. После этого мы можем приступать к просмотру фильмов, сериалов и ТВ каналов. Давайте рассмотрим само приложение Кинопоиск. Сразу после запуска приложения запускается анимированная начальная страница. В левой части расположено вертикальное меню. Здесь есть следующие пункты. Поиск, главное, телеканалы, фильмы, сериалы, магазин, мое, спорт и музыка. В разделе поиск можно осуществлять поиск различных фильмов и сериалов. В разделе главное мы получаем доступ к огромному списку фильмов и сериалов. Для удобства пользования списки разбиты на группы. В первой группе, которая называется продолжить просмотр, отображаются фильмы, которые мы уже просматривали. Также отмечу, что при запуске того или иного файла просмотр возобновляется с момента, на котором мы ранее его остановили. Также хочется обратить внимание, что в верхнем правом углу на каждой пентаграммке имеется рейтинг фильма в Кинопоиск. Нажимая кнопку вниз, мы видим разбитые по группам фильмы и сериалы. Групп очень много и перечислять их все нет смысла. Стоит лишь отметить, что имеются такие группы, как рекомендованные фильмы и сериалы, топ-10, новинки, смотрят сейчас, детям и очень много других. Пролистывание фильмов из группы осуществляется стрелками влево, вправо, вверх и вниз. В разделе телеканала у нас имеется возможность выбрать для просмотра любое из множества представленных ТВ-каналов. Переходя в раздел «Фильмы», мы видим возможность поиска фильма по различным группам. Имеются такие группы, как жанры, страны, годы, топы, награды и подборки. Пролистывание фильмов из группы осуществляется стрелками влево или вправо. Однократное нажатие кнопки «Ок» на выбранном фильме открывает доступ к краткому описанию и возможности просмотру самого фильма. Также здесь можно посмотреть трейлер, добавить фильм в избранное «Буду смотреть». А нажав на пульте кнопку «Вниз» мы сможем оставить свою оценку о фильме, посмотреть более детально описание фильма, а также посмотреть актерский состав, фильмы от режиссера и похожие фильмы. Для просмотра выбранного фильма просто жмем на кнопку «Смотреть» и у нас начнется воспроизведение фильма. В плеере можно настроить аудиодорожку, субтитры, а также выбрать качество фильма. Раздел «Сериалы» идентичен по функционалу разделу «Фильмы». Только здесь уже находятся различные сериалы. В разделе «Магазин» нам представлен обширный список фильмов и сериалов, которые можно приобрести для просмотра. В разделе «Мое» отображаются отмеченные нами фильмы и история просмотров. Это очень удобно, так как при поиске мы можем выбрать сразу несколько фильмов, которые планируем посмотреть в будущем, а в дальнейшем нет необходимости их искать. Все собрано в одном месте. А также здесь будут отображаться все оплаченные вами фильмы. В разделе «Спорт» мы получаем доступ к «Индекс.Порт». Здесь очень большой выбор контента на тему спортивной тематики. В разделе «Музыка» предоставляется доступ к «Яндекс.Музыка». Здесь мы находим доступ к разделу «Моя волна» и большое количество тематических подборок из «Яндекс.Музыки». Можем прослушать плейлисты и так далее. В целом все сделано очень продуманно. Интерфейс интуитивно понятный. Радует то, что разработчики не сидят на месте и наполняют кинопоиск новыми функциями. Количество ТВ-каналов, фильмов и сериалов, доступных для просмотра, впечатляют. Разделы и рекомендации заслуживают отдельной благодарности. Здесь можно с уверенностью говорить о том, что кинопоиск – это очень удобно. Огромное количество ТВ-каналов, фильмов и сериалов, удобная тематическая сортировка и рекомендации позволят быстро найти хороший фильм на вечер. Я считаю, что кинопоиск является лучшим приложением для онлайн-просмотра ТВ-каналов, фильмов и сериалов. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если данное видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Не забывайте подписываться на мои каналы на YouTube, Яндекс.Дзен, ВКонтакте, Рутуб и Телеграм. А я на этом с вами прощаюсь и всем до новых встреч. До встречи!